Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите продолжение моего прохождения Челленджи Апокалипсис. И наконец-таки у нас среда, почти половина одиннадцатого, и наконец-таки наша кормилица, наша Джулия, отправляется на работу, после чего она выведет нас из нашего очень плачевного положения и принесет денежек. Соответственно, планы такие, чтобы набить весь холодильник рыбными блюдами. Насколько это возможно. Не знаю, конечно, насколько долго они будут там храниться, но, в общем-то, мне главное, чтобы вот этому ребенку было что поесть, потому что вот это вот полный трындец, и причем гигиену мы исправить никак не можем, потому что ванной нету, и еще очень долго у нас ванных не будет. Бодрость, ну, если она успеет, как бы, вот, чуть-чуть себе как-то поднять за, в общем-то, говорят, дремотой, то как бы хорошо. Питание, питание такое себе, но я Джулии дала команду переместить в мир все, что у нее было. Все, получается, корни тара и все ананасы. Не переживайте, я правила не нарушала, все перемещалось с помощью режима строительства. Откуда в нашем доме берутся куски глины, я вообще без понятия. Маршал постоянно достает очередную из своего кармана и так и норовит полепить что-нибудь. Да, ну, сейчас он сидит, довольный жизнью, играет в шахматы, уже не сидит. Он хочет полить растения, мой ты хороший. Да, кстати, у нас тут полный трындец. Мусорные растения цветут и пахнут, и, если честно, вот как? Вот как? По-моему, можно было же это растение как-то убрать, удалить. Или это только на начальных этапах можно сделать? Или для этого нужен мусорный бак? Так, я без понятия, ребята, на меня вот эта вот вся ситуация меня и смешит, как-то и напрягает одновременно. Уж не знаю. Так, ну что, Маршал, ты у нас, да, чистенький довольники, кстати, чистенький. Нет, не надо проверять малыша, пожалуйста. Малышу сейчас хреново, он совсем грустит, бросили. Никто тебя не бросал, ты что, папка здесь. Папка специально уволился, чтобы быть с тобой. Давай мы с тобой лучше поедим всяких вот вкусняшек. Тут мама тебя оставила. А, батя твой, кстати, пойдет и постирает бельишко. Да. Что это взять белье и чистое влажное? А, ну да, повечь, конечно. Я даже не думала, что тут есть какое-то белье, если честно. Вот. Ну и после этого, наверное, запрягу Маршала позаниматься сирочкой. Давно, мне кажется, мы этого не делали, хотя корзина еще не полная. Ну, лишним не будет. Лишним не будет, так скажем. Кстати, с Джулией можно упорно поработать. Я хочу, чтобы она у меня получала прибавки к зарплате. Там повышения свои. Вот. Ну, пока что такая ситуация. Марявки наши лежат в своих кроватках, плачут. Ночами у нас полная вакханалия. Джулия не спит, метается от Ракель к Беатрис и от Беатрис к Ракель. В общем-то, да. Так, ты развесила. Хорошо, давай теперь сменить воду. А что ты хотел смотреть? Не надо смотреть. Давай сменим воду и заниматься стиркой. Стирать в корыте. Вот так вот. Отлично. Так, ну что, ребенок. Тебе стало гораздо лучше, я смотрю. Но с досугом все плохо. Ну, тогда давай поиграем с игрушечкой. Вот. Я думаю, ты прекрасно знаешь, что делать. Вот. Отлично. Ребенок у нас, конечно, в плачевном состоянии. Но так будет со всеми нашими дитями. До тех пор, пока мы не закроем журналистику. Ты постирал? Скажи мне на милость. Ты же не постирал. Заниматься стиркой. Стирать в корыте. Ты вообще, маршал, давай, пожалуйста, будем меня слушаться. Потому что, если еще сейчас ты будешь сделать все, что тебе вздумается, то это будет полный трендец. Настоящий апокалипсис настанет у меня в игре. Поэтому, да, давайте вот как-то вот без этого. Да, давай. Становись на коленочки и стирай. А ты, ребенок, не плачь. Я тебя упаляю, не плачь. Давай вот здесь вот вздремнем хотя бы. Там тебе точно твои сестрички младшие мешать не будут. И да, ребята, кстати, наверное, вы задаетесь вопросом, почему я до сих пор не сгенерировала карьеру для Алисы. Дело в том, что у меня на нее планы. Все-таки, наверное, Алиса будет у нас с ребенком, который будет закрывать детскую карьеру. Я не знаю почему, но вот как-то пока что у меня такие на нее планы. А именно я бы хотела, чтобы она у нас закрыла драм-кружок. Мне кажется, это довольно-таки нужная и важная вещь. И я бы действительно хотела, чтобы эта карьера была закрыта. Ну, одной из первых, возможно. Ну, скажем так, в первую очередь. Вот, поскольку она действительно полезна и открывает возможности к хорошим функциям, которые облегчат геймплей. Вот, и я не знаю, уж не знаю почему, но вот как-то хочется мне Алису дам в драм-кружок. Но посмотрим, конечно, как у нее там все сложится. Сейчас она еще маленькая. Ну, хотя, в принципе, можно будет уже начинать со следующей возрастной стадии, поэтому думать надо сейчас. И да, с навыками у нас пока что вот так. Пока что троечку мы набрали только в передвижении, вернее, даже четверочку. Вот, здесь пока что такая ситуация. Но будем как-то стараться поднимать. С мышлением, конечно, тяжелее всего. Я не знаю, докачаем ли мы до третьего уровня мышления. Как-то очень туго идет. Ну, все из-за того, что ребенок тупо не высыпается. Вообще никак. Вот, поэтому будем уже, конечно, смотреть, что у нас там будет. Ну, а сейчас я жду свою Джулию, жду свою кормилицу, которая принесет нам денежки. И будем уже, наконец-то, тогда жарить рыбку. И тогда уже точно я не буду переживать, что наши дети будут голодные. Так, ну, в общем-то, да, как вы можете заметить, у нас кое-кто уже подуставшие. В общем-то, все у нас подуставшие. Что Маршал, что его маленькая копия Алиса. Маршал у нас сейчас снимает бельишко, которое уже успело высохнуть, и отправляется на рыбалку. Вот эта вот прекрасная дама, вот эта вот прекраснейшая девушка у нас принесла домой денежку. Как вы видите, у нас сейчас аж 3300 символионов. Это суперкруто. Большой улов. Нам тут предлагают выбрать для Джулии, в общем-то, как так говорится, образ жизни, да. Рыбная ловля? Нет. Я думаю, что... Ну, я просто Джулию тоже отправила порыбачить, чтобы и у Маршала, и у Джулии учить, что в багаже была рыба для готовки. Я, если честно, не думаю, что нашей Джулии нравится рыбная ловля. Как бы то же самое, как у Маршала было с фитнесом. Это просто такая, знаете, вынужденная мера. Поэтому я пожалую, что нажму нет. Вот. И да. Ребенок у нас уже очень голодный, и в кои-то веки она захотела обнять мать. Она наконец-то вспомнила, что есть не только папка, но еще и мама. И Джулию я отправила сюда. Вот она уже бежит. Сейчас будет готовить рыбку. И обязательно Алису мы покормим, конечно. И сами покормимся. Вот. И надеюсь, что все у нас будет замечательно. А знаете что, ребята? Я только что опытным путем вспомнила одну не очень хорошую, не очень приятную вещь. А именно то, что дети не могут есть жареную рыбу. И я вспомнила, мы еще как-то обсуждали этот момент из Трис. Почему дети, вот они просто берут тарелку, да, но никакой анимации, никаких действий не происходит вообще. То есть они просто сидят. Никак, в общем-то, не пополняется у них показатель питания. Так, давай плакать не будем. Сейчас, сейчас все будет. Сейчас пообщаешься с родителями, не волнуйся, зайчик. Все будет отлично. В общем-то, я уже испугалась. Смотрю, она не ест эту рыбу. И потом меня как, знаете, громом вообще пронзило. И я вспомнила, что дети-то маленькие и не умеют есть рыбу. Мы еще, помню, тогда с вами решили, что это все из-за того, что она с косточками. И мне пришлось заставить Джулию готовить то, что и наш ребенок сможет есть, а именно осада. Но дело в том, что получается это уже два блюда в день. И вот здесь у меня возникает вопрос. То есть я точно помню, что рыбу мы можем с вами готовить любое количество раз. Это я знаю на все 100%. В других же случаях, если это другая еда, то у нас была всегда с вами такая система, что мы готовили одно блюдо в день. Все, больше мы не имели права ничего готовить. И вот у меня возникает вопрос. Считается ли это нарушением правил, что я приготовила, получается, два блюда? Либо же, если у нас вот снят рыболов, то вот эта вот рыба, она не считается. Ну, потому что по-другому, ребят, я никак не смогу сделать. То есть по-любому надо ребенка кормить чем-то вот нерыбным, потому что рыбу они не едят. По-моему, она у нас ела что-то... Что это, по-моему, Джулия такое готовила? Я не помню, можно ли... Так-так-так, где это? Вот. Рыба в конверте из листьев. По-моему, вот это блюдо у нас Алиса ела. Если я не ошибаюсь, но могу ошибаться. Точно уже не помню. Вот у меня, в общем-то, возник вопрос, нарушила ли я сейчас правила вот этим вот самым действием. Но, знаете, даже если я нарушила, то я лучше, конечно же, выплачу 10 тысяч, но зато у меня ребенок будет как бы поевший, потому что, да, это совсем... Это совсем не дело, что дети не могут есть рыбу. Так, батя, давай, пожалуйста, поднять настроение. Вот. А мать у нас сейчас будет заниматься ребенком. Тихо, спокойно, спокойно. Так, давай, стой, подожди. Джулия, никуда не уходи. Сейчас будешь смотреть за малым. Вот. Потому что... Верняка, как за малым? За малой. Да. Очевидно, что я хотела мальчика. Вот. Но ничего страшного. Девчонка мне, конечно же, тоже очень рада. Так, и что? И где? И где твоя маленькая копия? Вот она. Давай, занимайся дочкой, потому что она себя не очень хорошо чувствует. Вот. Давай с ней пообщаемся, конечно же. Утешим ее, вот, чтобы она не плакала. Давай. Алиса, не плачь. Алиса, не плачь. Все хорошо. Самое главное, что ты сытая. Общение и досуг. Сейчас мы к тебе бегом с родителями поднимем. Ребята, у меня пока что отправляются Джулия и Маршал спать. И я тут подумала. Мы же закрыли с вами культуриста. Так? Так. Отлично. Ребенок, значит, и дремать не может, пока дитё плачет. Я вот что хотела сказать. Не можем ли мы, с учётом того, что у нас закрыт культурист, просто вот эти вот кроватки перетащить в другую комнату, в коридор, например? Поскольку мы же теперь можем таскать предметы, которые больше, чем одну клеточку занимают. Вот. Я, не поверьте, только что об этом подумала. Вообще, только что об этом задумалась. Мне кажется, что мы можем это сделать, что в этом нет ограничений никаких. Просто на меня реально жалко Алису, потому что сколько вот она у нас здесь живёт. Вот, погодите. Вот она уже половину своего возраста прожила. Ей через три дня ребёнком становится, она ни разу, у неё ни разу бодрость не была хотя бы в зелёном, да, что там в зелёном, в жёлтом показателе. Поэтому, ребят, я предлагаю переставить Ракель и Беатрис у нас в коридор. И, наконец-таки, позволить Алисе выспаться. Мне кажется, что мы можем это с вами сделать. Давайте попробуем. Вот. Мне кажется, что это не будет нарушением правил. Я очень сильно, по крайней мере, на это надеюсь. Всё, ребёнок, спи. Я тебя умоляю, вот просто бери и спи. А мать сейчас подойдёт к Ракель. Ракель это у нас. Где у нас плачет? Вот у нас плачет Ракель. И она подменяет пелёнки. Вот, ребята. Я не знаю, почему я раньше до этого не додумалась, ей-богу. Но мне кажется, что мы же можем с вами так делать, что это ничего не нарушает. Поэтому, о боже мой. Аллилуйя, до меня дошло, наконец-то. Ребят, я тут кое-что узнала. В общем-то говоря, из последнего стрима, который проводила Трис. Она сказала, что мы, оказывается, вместе с вами, знаете, что можем делать? Вот я хотела сейчас отправить Джулию принимать душ. И я сейчас это и сделаю. Мы можем уже это сделать. И, оказывается, мы можем собрать воду здесь. Вот как-то. Я очень обрадовалась этой новостью. И решила, конечно же, с вами поделиться. Потому что, ну, интересно. Ну, круто же. Я думала, что нам всё запрещено. А что касается электричества, например, то здесь всё просто. В режиме строительства мы можем просто прикупить с вами такие люстры. которые идут не с лампочками, получается, электрическими, а со свечами. И они реально работают. Слава богу, всё поддаётся логике. И они рабочие. Но для этого нам нужно будет дождаться воскресенья. Но я думаю, это не проблема. Они уже не за горами. Не за горами уже наше воскресенье. Поэтому, да, купим, я думаю, купим. И всё у нас будет. И свет, и водичка у нас, может быть, оказывается. Очень круто. Мне кажется, что я сейчас с ума сойду. Хотела я, в общем, смотрела на всю вот эту вот прекрасную пахнущую эпопею. Думаю, сейчас попрошу Джули, чтобы она всё это убрала. Рыба у нас в холодильнике уже, походу, тоже всё. Конец ей пришёл. И тут, знаете что? Я такая чисто вспоминаю, что как бы у нас же тут полный трындец, что у нас же бак лежит. А он-то больше не лежит, ребята. Объясните мне, бога ради, как это работает, как он сам встал. Вот просто я не понимаю, и можем ли мы теперь... Мы можем выкинуть вот это вот? Нет. Обалдеть. А можно же было как-то удалить это всё? Господи, неужели это так и будет у нас расти здесь? Ну, знаете... Я надеюсь, что, по крайней мере, прополоть рядом с этим... Я надеюсь, что, по крайней мере, это не идёт нарушение правил, что у нас тут, простите, сад, потому что мы не виноваты. У нам перевернули бак. Мы не могли ничего с этим сделать. У нас были кучи мусора. Тут просто всё проросло. Я для этого не приложила никаких усилий. Мы не собираем абсолютно никаких тут плодов. Естественно, нам не нужны эти пакеты, блин, мусора. Скажите, пожалуйста, что это не нарушение правил садоводства. Потому что, ну, очень жалко будет за такой ерунды 10 тысяч выплачивать. Я-то, конечно, всегда готова признать свою вину, но... О, боже мой, теперь у нас есть мусорный бак. Теперь он в стоячем состоянии, и мы можем... И мы можем спокойно убраться и выкинуть весь вот этот вот кошмар. Господи, боже мой, вы не представляете, как я рада. И горшок можно убрать. Всё можно убрать. Просто потрясающе, я считаю. Просто потрясающе. И вот это можно выкинуть. Ну, просто красота. Моему счастью нету предела, вот честно. В общем, я уже нормально так отыграла. Тут сама себе, ребята, увлеклась. У нас с вами пятница, 2 часа ночи. И на нашу Алису мучают кошмары. И вот она тут, да, приснился ей, в общем, кошмар. Поэтому мама спешит на помощь. Мама с ней играется, пытается ей уделить времени, чтобы дочь не грустила. Вот, я уже их тут нафоткала немножко. Сама себе поделала скрины. Вот двойняшки, которые, в общем-то, тоже капризничают потихоньку, понемножечку. А вот Джулия тоже к нему бегает периодически. Да, давай поменяем пеленки. Беатрис, конечно, побаюкает меня. Аркель будет, кстати, интересно, что младенец на самом деле будто не слышит. Зато Тоддлер очень хорошо слышит, если вдруг что-нибудь так. Ну, как вы можете заметить, в принципе, все хорошо по потребностям у нашей Алисы. И, кстати, по поводу навыков мы смогли довольно-таки неплохо продвинуться. У нас, значит, ситуация такая на сегодняшний день. Третий уровень воображения. Горшок мы закрыли. Мышление, наконец-то, мы добили второй уровень. У меня просто, чтобы вы понимали, ребенок стоял целый день возле гриля. И целый день пытался понять, что это. Вот реально целый день ребенок просто изучал этот несчастный гриль. И пытался понять, что это такое. Да, и я заставила ее поесть еще на ночь плотно. Потому что есть она может настолько нормальную еду. Ну, так скажем, не рыбную, да. Жареную рыбу она есть не может. Поэтому я ее там почти два раза подряд покормила, чтобы я этого хватило на всю ночь. И да, что у нас дальше с навыками. В общем-то, почти добили до третьего общения. Ну, передвижение у нас четвертое. То есть нам осталось буквально совсем чуть-чуть в общении. Ну, это совсем ничего, считайте. И мышление. И вот тут у нас, в принципе, все навыки по троечке. Давайте, наконец-то, займемся мышлением. Тогда, может, пока ты не можешь спать, давай попрокачиваешься в формах. Построишь тут пирамидок разных, да. Вот, думает у нас Алиса во всяких разных вещах. И да, я еще почему решила включиться. Все, уже вы можете, в принципе, спать. Да, так, не-не-не, плавать сегодня не надо. Плавать не надо, плавать нельзя. Там вода отравленная, ты что? Вот. И, в общем-то, я еще решила включиться по той причине, что у нас вот-вот должны двойнишки подрасти. Потому что родились они у нас где-то в часа три ночи. Может быть, около четырех. И предыдущей ночью нам присылали уведомление о том, что они уже хотят подрасти, устроив потрясающую вечеринку. Поэтому я подумала, что такого меда нужно запечатлеть обязательно. Да, и у нас уже будет аж три тодлера, ребята. Аж три тодлера. Вот, не знаю уж, станет нам от этого легче или тяжелее. Но такие дела. И да, сегодня у нас пятница. Наконец-то Анжеля пойдет на работу. Всегда я жду ее этих рабочих деньков, потому что фактически вся семья сейчас, знаете, сидит дома. Вот, потому что маршал не работает. И да, смотрите, они обалдеть. Ребята, вы посмотрите, что делается. Опять, опять две девчонки, по крайней мере цветом волос, пошли в маршала. У нас ни одного блондина, ни одной блондинки. Вы можете себе представить вообще? Если они еще сейчас... Я сейчас посмотрю еще на них чуть поближе. Если они опять все пошли в маршала, то я даже не знаю, что делать, потому что я вообще хотела определять наследование по чертам лица нашей Джулии. То есть это, конечно же, наш фирменный ллойдовский нос. Ну или хотя бы, чтобы хоть что-то было у нас от основательницы. Но с такими-то... В общем-то, я даже подумать не могла, что у маршала такие сильные гены будут. Так, у нас взрослеет Ракель. И давайте сгенерируем для нее черту характера. Капризная. Ага, отлично. Начинаем формировать характер с самого детства. Значит, Ракель у нас будет давать своим родителям... Будет давать знать своим родителям, где Раки зимуют. Ну а что же у нас с Беатрис? А Беатрис у нас независимая. Тоже та еще черта характера. Бесконечно они обижаются, эти малыши. Если ты им хочешь как-то помочь или что-то, у них начинает откуда-то возникать глубокая обида на родителей. Ну, в общем, я вам скажу, такие девчонки с характером, это точно. Ну что? О, покажитесь мне, как мне теперь интересно Алису с Ракель не перепутать. Да, Ракель у нас, значит, тоже в очках, кстати. Ну, понятно, еще одна папина дочка. Слушайте, вы, конечно, ужасно похожи все. Боже мой, неужели у меня все дети в Маршала пошли? И куда-то вы потопали. Мне очень интересно лепетать. Ну, давайте, хорошо. Давайте я на вас посмотрю. Кстати, что у вас по нуждам получается? Ну, в принципе, в принципе, нужды хорошие. Да, и давайте посмотрим на девчонок поближе. Давайте сначала посмотрим на Беатрис, пожалуй, что. Я уже вижу, что... А, розовые глаза? Да, слушайте, ребята, глаза розовые. Это значит, глаза мамины, но нос... Так, подождите. Ой, 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 извиняюсь. Надо ниже спуститься. Нос, по-моему, это опять Маршала. Да, губы, губы Джулии, кстати. Вот нету вот этих характерно опущенных вниз уголков, мне кажется. Но нос Маршал, так, ну, хорошо. Беатрис меня радует, по крайней мере, тем, что... Да, нос чисто Маршаловский, горбинки никакой нету. Идеально прямой носик. Но вот глаза, цвет глаз и разрез глаз, наверное, тоже манен. И губы, губы тоже Джулии, я так подозреваю. Кстати, у меня такой овал лица интересный. Не такой, как у Алисы, мне кажется. Может быть, я, конечно, уже как бы немножко не так вижу. Так, и тоже, смотрите, у нас розовые глаза. Слушайте, девчонки, вы близняшки, что ли? Погодите. Нос Маршала, губы Джулии. Ребята, у нас что, родились близняшки? Подождите. Подождите, мне надо это как-то обмозговать, мне надо прийти в себя. Обалдеть, подождите, дайте я на них посмотрю. Ребят, я не знаю, конечно. Так, ну тут не сильно понятно. Конечно, вот в таком малышковом возрасте действительно не сильно понятно. Но у них, смотрите, у них совпадает, в принципе, всё. И смотрите, несмотря на то, какой, казалось бы, характерный нос у нашей Джулии, да. То есть мне кажется, что нос у Джулии нашей намного более характерный, чем у Маршала. Вот просто вот сами, вот просто сами посмотрите. Вот Джулии нос и Маршала нос. То есть у Маршала просто такой, ну, прямой носик, как бы хорошенький, аккуратный. У Джулии он такой с явно выявленной горбинкой, то есть очень такой характерный нос. Но, тем не менее, уже трое девчонок взяли, что цвет волос, что нос маршаловский. Слушайте, ребята, у меня сейчас начинают закрадываться сомнения, что у нас родились пиздняшки. Обалдеть. Обалдеть. А если это правда так? Мне вот теперь интересно. У нас же, я так понимаю, это черта, вернее, свойство участка на Ли-линии. По-моему, она у нас будет всегда работать, да? То есть это не то, что там на одно поколение, как, например, в династии застройщики. Там каждое поколение можно сменять. В общем-то, рандомно генерируются новые свойства участка. А тут-то, по-моему, всё навсегда. И если у нас на Ли-линии близнецы рождаются здесь очень часто. То есть мало того, что у нас из поколения в поколение будет передаваться плодовитость. Так и вы мне сейчас хотите сказать, что у нас в каждом поколении будут одинаково выглядящие люди? Будут близнецы? Вот это поворот! Ну, пока что, конечно... Я не знаю, это надо в касс заходить. Это реально надо заходить в касс. Так, и ты что хочешь? Ты хочешь плакать. Боже мой, я уже думала, знаете, что она от Ракель что-то хочет. Вот главное их реально сейчас теперь не перепутать. Ребята, ребята. Так, ну у нас, в общем-то, получается, что Ракель, что Беатрис, они, по крайней мере, по тому, что они взяли от родителей, то они с большей вероятностью могут стать наследницей. Алиса в этом плане у нас, конечно, немножко проигрывает, потому что вот это прям практически стопроцентная копия отца. Там, может быть, только овал лица она от Джулии взяла, и то не факт. Это мы узнаем только, когда она подростком станет. Но вот эти две, это вообще для меня какая-то загадка, если честно. Ну что, давайте, и смотрите, сразу друг с дружкой давайте взаимодействовать. Вот реально между ними как связь какая-то сразу выстраивается, да? То есть они пошли к Алисе там, например. Так, а Беатрис куда пошла? Беатрис, что это? Уже сразу тянешься узнавать, что это такое, да? К мышлению тянешься. Ну точно, папкин дочки. Папины дочки у нас, ребята, получаются. И мне очень интересно зайти в касс. Я думаю, ребята, что я правда зайду сейчас в касс и рассмотрю их поближе. Ну что, мы с вами в кассе, и давайте посмотрим. Ну глаза, глаза, по-моему, это Джулия на разрез глаз. Губы точно, это, я даже могу сказать, это губы Варги изначально. Затем от Варги они передались Джулии, то есть это 100% губы Джулии. Нос 100% это Маршала. Тут даже как бы в гадалки не ходи. По форме лица сказать сложно, если честно. Ну-ка, Джулия, покажи мне. Ну, Джулии, оно вытянутое такое. Совсем, это вот чисто Джеромовская форма лица. То есть тут совсем челюсти практически не видна. Чисто такое овальное лицо. Я бы даже сказала, знаете, не овальное, а треугольное. А ты покажи, друг, оказалось, что у тебя самая сильная генетика из всех. Вот, может быть, это, кстати, и Маршаловая форма лица. Уж не знаю точно. Может быть, и Маршаловая, да, потому что у него вот так вот большой этот подбородок массивный, и губы к носу довольно близко расположены. А у тебя как с этим? А хотя, не, ну всё-таки, мне кажется, что это Маршаловская форма лица. Так, давайте на Беатрис ещё раз посмотрим. Ну, это смесь такая. Смесь обоих родителей на нос точно. Это Макинтош, губы наши, цвет глаз. Я очень, я безумно рада, что передались мамин глаза, вот эти вот фиолетовые. Хотя мне кажется, что у Джулии они даже, знаете, а смотрите, как они отличаются. Ну, вот это точно Маршаловая, да. Просто посмотрите на это. Это Маршал номер 2, ё-моё. Слушайте, такая смешная Алиса. Вот так вот, если я получу рассмотреть, то, конечно, сыпьше неподобно смотрится. Так, а что у нас с Ракель? Что у нас с Ракель? Ребят, мне кажется, это близнецем. Не знаю. Я даже себе, возможно, заскриню, как-то рядом сопоставлю, но мне кажется, что это... Ну-ка, покажись мне Ракель ещё раз. Глаза расположены далеко. Всё, по-моему, это, по-моему, это, ребята, чистые близнецы. Вот если очки снять, я знаю, что нельзя менять ничего. А в кассе я сейчас не буду сохраняться. Ну, давайте мы сфоткаем вот так вот у ребёнка. И вот этого ребёнка сфоткаем. Ну, кстати, брови разные. Ну, я не знаю, вот тут у них есть что-то разное, кроме бровей. Так, ну и Алису давайте тоже сфоткаем для сравнения. Обалдеть, ребята. У нас сейчас может быть такая ситуация, что у нас родились чистые близнецы. Ну-ка, покажи... А покажи-ка мне свой... Ну, да, да, форма лица одинаковая у Ракели Беатрис. Ну, короче... Весело, ребята, весело. Теперь я, конечно, буду очень сильно ждать их взросления. Потому что мне безумно интересно, всё-таки чистые они близнецы или нет. Но, по крайней мере, потому что я вижу сейчас очень большие шансы на это. Так, давай тебе вернём очки. И, конечно, сохраняться не будем. Вот. Обалдеть. И вот мне... Слушайте, мне теперь реально интересно вот эта черта-участка. Действительно ли она нам будет в каждом поколении сейчас сдавать двойняшек, да ещё и близнецов. Это, конечно, очень любопытно. Так, в общем-то, я тут даже решила немножко заморочиться и сделала отдельную вот такую подборку наших детей. Нашу армию девчонок. Да, и вы можете тут заметить, стоит Алиса, Беатрис и Ракель. И я специально для них всех подобрала одинаковые прически под Беатрис. Ну, вот та самая прическа, которая лучше всего открывает личико. И можно рассмотреть черты лица персонажа. Да, не переживайте, я правила не нарушала. И это так чисто эксперимента ради, только ради скрина. Вот. Так что в кассе я там ничего не делала. Поэтому, да. Не переживайте на этот счёт. В общем-то, сейчас вы можете лицезреть нашу тройную гвардию. И тут уже, я думаю, намного лучше видно. В общем-то, да. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение в комментариях по поводу того, что у нас в семье происходит и вообще, что вы об этом всём думаете. Но вот смотрю я на Беатрис и Ракель, и никак не могу вот понять, всё-таки они стопроцентные близнецы, как бы, да. Вот стопроцентов там, Ctrl-C, Ctrl-V. Или всё-таки чем-то отличаются. Ну, кроме бровей. Брови-то понятно, что у них разные. Но вот есть ли что-то кроме бровей. Вот я смотрю-смотрю, вроде как и одинаковые, но вот что-то мне как будто в глаз цепляется. И не могу я сказать, что они прям точные копии друг друга. Не знаю, ей-богу. Ну, а Алиса у нас, конечно, сразу видно, можно отличить от Беатрис и Ракель. Да, и с первого взгляда можно подумать, что у этих троих девчонок губы одинаковые. Но нет, у Алисы губы разные, и я склонна думать, что это всё-таки губы Маршаллов. Если присмотреться, видно, что вот у Беатрис и Ракель губы одинаковые абсолютно, да. И это Джулькины губы. А вот у Алисы, у неё они немножко другие. И я склонна думать, что это всё-таки маршалловские губы. Ну и в целом посадка глаз, цвет глаз, нос, конечно. Ну, тут как бы папина дочка без разговоров. Беатрис и Ракель вот здесь уже сложнее на самом-то деле. И я сейчас на них смотрю, и, честное слово, мне очень сильно вспоминается Джулия в Тоддлеровском возрасте. Мне кажется, что очень они на неё похожи. Если бы ещё нос был другой, фирменный Ллойдовский, то я думаю, что они бы были очень похожи на Джулию, на свою маму. Ну, а так, конечно, отличаются. Но что-то от неё взяли, и на том спасибо. Я очень этому рада. Да, и я думаю, что на такой ноте я, пожалуй, окончу эту серию. Мне кажется, что событий было вполне достаточно, и длиннее уже не стоит её делать. Поэтому я буду с вами прощаться. И я, как всегда, благодарю вас за внимание. Спасибо огромное за то время, которое вы мне уделили. Мы увидимся с вами совсем скоро. Всем до новых встреч, и всем пока. Да, я тут сейчас буду пытаться установить дополнение за городная жизнь. Почему-то, не знаю, у меня такая проблема возникла, что я не могу его в Ориджине загрузить. То есть я оформила предзаказ уже давно, всё как бы должно работать, но почему-то загрузить я его не могу. А тем временем, конечно, уже вышли обновлённые правила для апокалипсиса, как раз вот это дополнение. И, судя по тому, что писал Атрис, играть стало ещё сложнее, ещё веселее. Поэтому, конечно, мне уже не терпится. Но осталось только разобраться, почему дополнение загружать не могу. Но думаю, что я эту проблему порешаю. Всё, ребята, всем большое спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok